Решил записать видео для родителей, у которых есть прекрасные дети, для детей, которые думают, куда им поступить, какие вообще возможности в мире существуют, и по каким-то причинам у них нет вокруг примеров людей, на которых им хотелось бы быть похожим. Для таких, как я, 35+, кто хочет взять и перевернуть свою жизнь, и начать новую карьеру, есть такая профессия, называется первый офицер и отдельно капитан гражданской авиации. В течение 8 лет я работаю в этой индустрии, вижу, какой образ жизни есть у этих людей, и я вам очень рекомендую пойти по этому пути, вы не пожалеете. Немножко поподробнее. Итак, чтобы стать капитаном, скажем, отучиться в тренинг колледжа Emirates, это стоит, первым офицером, да, это стоит 600 тысяч дирхам, это 13-14 миллионов. Люди, которых вы видите в самолетах, многие из них берут кредиты, сумасшедшие кредиты под проценты, обучаются, где-то подрабатывают, параллельно летают, зарабатывают налетные часы, и в промежутке в 5 плюс лет они становятся специалистами международного уровня, они востребованы, перед ними открываются новые возможности, и они начинают отбивать те затраты, те инвестиции, которые они совершили. В России это можно сделать бесплатно. Каждый гражданин Российской Федерации имеет право на одно высшее бесплатное образование, одно среднеспециальное. И на территории Российской Федерации, на нашем государстве, есть три училища гражданской авиации, есть вертолетное училище, и есть университет гражданской авиации, по-моему, в Петербурге. Так вот, на примере училища, у вас 9 классов, аттестат есть на руках, у вас хорошие оценки, и вы можете, не знаю, отжаться 10 раз или потянуться 10 раз и пробежать 1 километр с определенной скоростью. Также вы прошли в ЛЭК, в летную комиссию. Все, у вас три основных пункта, вы подаете документы в училище, 2 года 10 месяцев вы кадет, после этого вы получаете корочку пилота, первого офицера. Надо это все уточнять, пожалуйста, все это можно перепроверить, где-то, может быть, я не совсем корректен. И вам нужны налетные часы, местную компанию, либо куда-то еще, летаете на маленьких самолетах, налетные часы растут, и со временем вы можете перейти на самолеты большие, в международных авиакомпаниях, получаете высокую заработную плату, путешествовать по всему миру. Для себя раньше я считал, ставил мне такая отсечка была, что это только для тех, для кого авиация это призвание с детства родился, я пилот. Общаясь с пилотами, я понял, что только часть из них это те, кто идут по стопам своих родителей. Их папы, мамы были дедушки пилотами, и для них жизнь была приопределена, они росли самолетиками. Но есть многие, для кого это просто работа. Они открыли список вакансий, посмотрели заработные платы пилотов по всему миру, они узнали, что пилоты, скажем, в нашей авиакомпании и их семья летают в первом классе, что при длительных полетах на другой континент они работают только половину пути, потому что есть еще один set of crew, и они меняются. То есть они работают полпути, вторые отдыхают, и вот так вот это происходит. На полетах там 4 часа, то, что для нас разворот, то есть мы летаем и возвращаемся в Дубай, для них это лейобер, они отдыхают в сутки. Когда мы останавливаемся в отелях, то для пилотов номера повышенной комфортности. Люди принимают решения и идут, получают образование и работают. То есть это работа. Из своего опыта я могу провести параллель, может быть не совсем корректную, но мне довелось работать станочником, токарем, расточником на пятикоординатном станке с ЧПУ. Мы делали атомные реакторы. Так вот этот станок он работал по программе заложенной. Я был там только подручным, это неважно, но я это видел все со стороны. То есть станочник, он оператор, он следит за инструментом, он следит за программой, чтобы все работало четко. И самолеты летают так же, они работают по программе. И пилоты, они операторы. Они следят, чтобы все работало четко. Они сажают самолет, но самолет может сесть и без них на автопилоте. Сейчас есть высокая потребность в пилотах, и она будет оставаться, потому что появляются новые авиакомпании, потому что те, которые есть на рынке, закупают большое количество самолетов, и не хватает именно людей, не хватает профессионалов своего дела, и вы можете стать этим профессионалом с этой информацией. Пожалуйста, желаю вам удачи. Может быть мы встретимся еще с вами вместе в училище, а может быть на следующем моем полете вы будете уже в форме пилота, и я принесу вам в кабину вкусный капучино. Договорились? Успехов вам! Хорошего дня!